Я еще не работал в IMAX и мне приснился сон. Я своих детей вез за город, за Киев, показать им звездное небо. И какое это звездное небо было в моем сне, просто неимоверное. Мы смотрели на него и просто умилялись. Я достал телефон, я удивлялся, как камера телефона ночное небо может так классно снимать. Мы видели летящий Starlink, то есть звездочки друг за другом летели. Я с такими эмоциями проснулся и я понял, что целиться надо в звезды, если хочешь попасть хотя бы в Луну, да. А через несколько дней мне позвонил Руслан. Да, у меня жизнь делится на до IMAX и в IMAX. Помню, в какой-то момент Руслан написал пост в Фейсбуке о том, что ну в общем тут я уже запустил Vimex и я просто написал там, Руслан, поздравляю, наконец-то я просто хотел бы, чтобы Vimex запустился. Я обрадовался, я правда искренне обрадовался. Я написал ему, он такой, о, круто, ты там живой, все нормально. Говорит, не хочешь заскочить? Я такой, да, куда? Он написал, я там к нему приехал, взяли по пиву, пили. И он там рассказывает, ну вот я сейчас там собираю уже команду, я уже полностью готов к тому, чтобы запускаться. И, типа, если ты мог бы помочь, было бы очень круто. И я спросил, у чего моя помощь заключается? Ну просто просчитать, там, пообщаться с людьми, там, ну защитить больше техническую какую-то сторону Vimex и объяснить, почему. Ну вот реально он стоит того, чего он стоит. У меня был такой период, что я прихрустил очень сильно на прошлой работе, хотел чего-то нового. Потому что рутина меня прям, ну, подавляла. И просто посмотрел на вакансии, какие есть, на первые две подал резюмахи. Ехал в поезде, мне откликнулись, что пройди интервью. Я с телефона в поезде прошел, какой-то там на вопросы поотвечал. И так поотвечал, ну, будет и будет, что будет, то будет. И через два часа мне прислали, мы ждем тебя на личной встрече. Ну, Руслан написал. Потом мы-то ездили в горы кататься на лыжах. Приехал, сразу пошел на встречу с Русланом, пообщались. Все всем подошло и через неделю я уже был в компании. Вот один из первых. Как ты попала в Vimex, я всегда говорю, это было очень-очень странно. Мы назначили собеседование на 10 утра в воскресенье. И у меня есть несколько котов. Именно три. И я очень старалась, чтобы они не попали в кадр, так скажем. То есть они все время хотели пройтись по столу, так как собеседование было в зуме, залезть на руки. Я буквально вот чуть ли не вот так вот отвечала и разговаривала с Олегом, нашим СТО. И тут под конец уже собеседования смотрю, у Олега по столу проходит рыжий кот. Перед ним прямо и такой останавливается хвостом. Верьте, думаю, блин, надо было не держать котов, было бы прикольнее. И на понедельник еще на следующий день у меня уже было собеседование с SEO, которое было вообще не собеседование, а как беседа двух друзей, которые делятся идеями и вообще рассуждают на какие-то глобальные темы. Я вышла абсолютно в приподнятом настроении, буквально чуть ли не скакала по улице и через 20 минут после собеседования звонит мне Руслан и говорит, ты какой монитор хочешь? Вообще в целом я считаю, что каждый человек должен быть полезен и за свою карьеру дизайнера я не сделал еще ничего такого, чем бы мог родиться. И мне мой друг Сергей, который работал здесь на тот момент, сказал, что это что-то очень крутое, чтобы я пришел, поговорил с нашим основателем. Русланом, если заинтересует, то, возможно, остался. И после первых двух минут интервью с Русланом, если это можно назвать интервью, он меня заинтересовал очень сильно. Ну, вот я здесь. Ну, и, собственно, я их, наверное, тоже немного заинтересовал своим портфолио. Так, ну, для начала я нашла заявку на работу ЮА о том, что требуется Proton Developer. Вот, посмотрела видео на YouTube компании, изучила, мне очень понравилось. Я даже не совсем понимала до конца, о чем тут говорят, но как люди тут говорят о своем деле. И я думаю, вау, это очень круто, это действительно прям, ну, мечта была бы здесь работать. А дальше, собственно, у меня было собеседование с Олегом. Покажите его фотку. Вот, и, собственно, мы с ним пообщались 15 минут. Он мне рассказал о компании, я ему чуть-чуть рассказала о себе, и он сказал, ну, приходи завтра в офис, собственно, там посмотрим. Вот, и следующий день я, конечно, был настолько насыщенный, что я его не супер хорошо помню. Настолько было много эмоций, как-то все так было быстро, интересно и ново. И мне это так безумно понравилось, я просто сидела за столом, упершись с него и думала, нет, я не хочу отсюда выходить, здесь очень круто. На эту позицию Руслан позвал меня, скажем так, неожиданно. Он мне как-то позвонил и говорит, есть ли там у тебя время, давай сейчас в какое-нибудь заведение сядем. Хотел бы с тобой обсудить варианты, там, реализации одного проекта. Вот, ну, мне в любом случае было интересно, я с ним пообщался. И, как оказалось позже, ну, то есть я Данил сразу понял, что он мне начинал уже тогда рассказывать про свою идею, собственно, Ваймакса. Вот, ну, тогда это было еще более абстрактно и непонятно, поэтому выглядело все очень таким громоздким, неподъемным, сверхдорогим в реализации. И поэтому я, ну, примерно так и сказал, то есть я говорю, ну, честно, мне даже прочитать это тяжело, как-то хотя бы очень так примерно, потому что, ну, речь идет о каких-то там супер сложных архитектурах, о больших вычислительных мощностях. И, ну, вообще это не делается вот так вот, сидя в заведении там под кальян какой-нибудь. Давайте будем реалистами. Я хотел бы, чтобы это вставили в интервью. Тут есть такие моменты, когда люди будут говорить, я здесь за идею, за все остальное. Нет, ну, типа, много кто из людей, как и мы все с вами здесь, пришли ради денег, чтобы, типа, это была официальная работа. Точно такая же история у меня. Я попадаю на этот продукт, играю утром в доту, никого не трогая. Меня инвайтят на продукт, я прихожу, слушаю Руслана. Первое, что я думаю, нецензурные слова. Такой, ого! Что за вообще это такое? Вах, продукт, класс. Вот бы поработать на нем, в скобочках, нет. В принципе, Руслан пришел с идеей. Первое, о чем я продумал, что это, если это сложно, то это должно провалиться. Ну, типа, тут как бы, мы все объективно понимаем. Если продукт непонятный для конечного пользователя, как конечному пользователю пользоваться этим продуктом? Да никак. Это надо приходить, писать талмуды, как этим пользоваться. И все это завязано на каком-то описании, тотальном. Мне позвонил Руслан и говорит, ты умеешь файос? Я сказал, ну, вроде да. И пригласил на собеседование, мы пообщались, я так посмотрел. Были мысли, ну, очередной какой-то там, Вау, Стив Джобс, там, все дела. Мое первое впечатление было, что это какой-то скам. Самое первое. Потому что цель у ребят очень амбициозная была. И Руслан показался таким... Вот у него что-то есть в голове, он пытается донести, но это что-то такое объемное, такое масштабное, что, ну, просто вот за один час это донести невозможно. Я даже был как-то свидетелем. Ну, просто ходил по коридору, видел, как он общается с одним из инвесторов. Прохожу, он там час общается. Он такой, ну, час общается. Прохожу второй, там, он два часа уже общается с инвестором. Прохожу на третий час, он уже стоит что-то объясняет. Я такой, инвестор смотрю по ему в лицу, он понимает или нет? Ну, вроде понимал. Наверное, я понял, что у нас все будет хорошо, когда приехал чувак из украинского Forbes. Не журнала, а списка. И прям такой серьезный дядька поверил. И ты такой думаешь, ну, круто, значит, значит, наверное, это не наша фантазия какая-то, просто это действительно может быть нужно кому-то. Классно. Слепо верить, это, ну, удел наивных, мне кажется, и ты там уже как-то, когда есть какой-то минимальный у тебя уже опыт, ты как-то хочешь больше копнуть и понять, действительно, то это или не то. То есть, для меня это сейчас тот. Начал смотреть их ролики, больше задавать вопросы в команде, Руслану. И немножко, как бы собирая как пазл, начал понимать, что это за продукт. Потому что моя задача донести до людей, что это за продукт, которые впервые будут об этом слышать. И как-то, когда начинаешь втягиваться в продукт, начинаешь его изучать, начинаешь его перебирать, помимо того, что как бы висит в абстракции в воздухе, типа, не сложенных кубиков и всего остального, это превращается в что-то законченное, прикольное и интересное. Ничего не понятно, но очень интересно. Просто Руслан умеет так рассказывать красиво о сложных вещах, что я такой, блин, ну, вроде звучит очень легко, но я понимаю, что там не очень легко. Я не вдаваясь в подробности, ну да, я за, давайте попробуем, что получится, получится. Плюс сама по себе вера Руслана, самого Руслана в продукт, то, как он о нем рассказывает, то, как, я бы даже сказал, не благодаря, а вопреки всему и верит в это все, она заражает и самого тебя, и весь коллектив, ну и тебе прям искренне хочется, чтобы оно полетело. Когда я впервые услышал о продукте Vimex на собеседовании, ну, я понял, это инструмент для бизнеса, мне нравятся такие вещи. Я в прошлой своей деятельности часто занимался каким-то внедрением CRM, разработкой бизнес-процессов, как бы оптимизации, это всего, это близко мне было. Я это воспринял, я очень рад был этому сотрудничеству, но когда ко мне пришло понимание той глубины, что несет себя это приложение, этот продукт, эта компания в целом, то есть какие глобальные цели ставятся туда, у меня реально мурашки были. Шли по коже, я смотрел на Руслана и думал, так вот чем ты горишь, блин, вот что тебя драйвит так. Я подумала, вау, ребята, серьезно, вот вы это делаете, вы настолько вдохлянулины, вы настолько в это верите. Я первый раз услышала, так как посмотрела всю информацию о компании, почитала, посмотрела видео на YouTube, мне было очень интересно, и меня даже поймали на том, что я невнимательно слушала видео, честно говоря, на собеседовании, но самое основное в тот момент для меня было, как люди говорят об этом, как они это делают, потому что это, ну, невозможно сыграть, наверное. Это действительно было настолько сильно, что я такая, я очень впечатлилась. У Руслана есть прикольная черта характера, когда он умеет, даже если ничего не готово, с двух ног врываться в продукты и говорит, блин, вы увидели, что мы сделали. И все такие, блин, чего вы сделали-то? Чего вы сделали? Вы такие, ничего, блин, не сделали, но очень интересно. А в итоге идея превращается в реальный продукт, продукт доходит до пользователей, и все такие, типа, даже на презентации каким-то там людям, которые спонсируют нас, большое спасибо, они приходят, им показывают, например, дизайн-продукт, и они говорят, о, прикольно, а что я до этого такого не видел? То есть, ну, как бы умение и показать идею, и показать реализацию. Вот это вот меня, наверное, подкупило. Как это все у него умещается в голове, неизвестно, как это он все вывозит. Такой объем работы, информации, ответственности — это, наверное, как раз таки то, что меня больше всего удивляет, поражает и в чем-то восхищает. Руслан — зажигательный человек. С первых минут разговора с ним вначале по телефону я понял, что такого человека я еще не встречал. У меня есть фишка — я людей как-то для себя типажирую. Для меня очень много людей есть с схожим типажом. Я сразу там с кем-то общаюсь и вижу, а, это тот типаж, который я там, вот, друг там мой или знакомый, или артист, там, кино. Но Руслан не попал ни в один из типажей. Вначале это меня напугало, типа, почему это я не встречал похожих. Похожих, вернее, встречал, но вот прямо такого напористого, такого зажигательного одновременно. Напористость часто может отпугивать. То есть ты такой, о-о-о, нет, это слишком. Ставишь стену, сразу не пробивайся ко мне, мне некомфортно. А здесь, типа, ты вроде бы открыт к нему, он на тебя давит, ну, в хорошем смысле. И ты это воспринимаешь и, наоборот, больше еще восхищаешься теми словами, которые несет. Он основная точка входа, опять же, его открытость, его какой-то некий такой фатализм. Получится, будет супер. Там, не получится где-то, где-то я вступлю, что-то сделаю не так, я встану и буду делать это снова. Ну, вот, безукоризненная и безоговорочная вера в то, что он делает, в то, что он придумал. Если бы я этого в нем не увидела, я думаю, вряд ли бы я согласилась работать, сотрудничать с этой командой. Я работал на многих стартапах, и они все прогорали по каким-то непонятным мне причинам. То есть там, где-то деньги не дожали, где-то маркетинг не дожал, где-то идея была не структурирована. То есть мы делаем, а что мы делаем, мы не знаем. А вот я, когда пришел к Руслану, я вижу, что этот человек понимает, что мы делаем. И вот тогда я понял, что мне интересно будет с этим человеком поработать. И вот я и здесь. Если взять в целом, посмотреть на ситуацию, то как будто после моего решения, что я хочу сконцентрироваться на чем-то большом, на чем-то интересном, сконцентрироваться на росте профессиональном, как будто кто-то меня взял за ручку и просто повел по этой дорожке. И все хорошо, и все гладко, и все классно. И в итоге я нахожусь... У меня ощущение, что я нахожусь и нашла свою стаю. Вот реально. Здесь я нашел то, что прям искал. Бесконечное развитие. Ты постоянно изучаешь что-то новое, что-то новое. Постоянно что-то ищешь, с чем-то сталкиваешься. И важно посмотреть, как вырастет это детище, так сказать. Это даже такие проекты, они не окончаемые. То есть есть проекты, которые ты пришел, отработал полгода, и все, он все вот тут есть, и он на таком стадии и останется. А эти проекты, они бесконечные. Ты, по факту, можешь каждый раз вносить что-то новое, что-то придумать, что-то дорабатывать, что-то развивать. И это круто. Любая идея, любое рвение к чему-то новому, оно поддерживается, оно воплощается, оно тестируется. И это очень круто. Старые компании, там, динозаврообразные, они очень скептичны к этому. Типа, по этой стезе еще никто не ехал, давайте пусть кто-то первый проедет, потом мы посмотрим, успешно ли. Здесь нет, здесь мы лыжню саммит проделываем. Вот это очень круто. Наверное, больше всего я здесь люблю идею. Я бы сказала так, наверное. Немножко пафосно, возможно. Но, действительно, идея то, что держит и движет эту компанию, и это, наверное, самое основное. Всегда можно с собаками. На самом деле, есть такая шутка, что, типа, если айтешникам запретить в офисе собаку, они вообще работать не будут. Ну, это не так, они будут работать, но это очень-очень яркий, приятный факт. Очень теплый, который меня искренне радует. У нас самый зеленый офис, который я когда-либо видел. Такого количества деревьев, кустов и какой-то по прочей флоры я не видел раньше в офисе. Это прикольно. Ну, типа, ты приходишь в джунгли, это классно. Уютненько, я бы так сказал. Это свобода. Как бы ни странно звучало, свобода, начиная с нашего графика работы. Ты когда хочешь можешь приходить на работу, ты когда хочешь можешь уходить. Главное, чтобы твои результаты были позитивными. И здесь я также заметил, что Руслан старается сделать все так, чтобы каждому сотруднику было здесь суперкомфортно. Начиная от количества зелени в офисе, заканчивая тем, что, я не знаю, может, они запрещают пользоваться белой бумагой, но они пользуются черной бумагой и белыми ручками. То есть тоже какое-то желание выделиться, чтобы люди, находясь здесь, чувствовали себя особенными. Таким образом, я верю, что каждый чувствует свою ценность, но также чувствует конкурентность на рынке и что он должен соответствовать вот тем ожиданиям, которые от него ждут в этой компании. Вот так. Будем объективными. На данный момент больше всего ценю именно кусок уже сделанного человеческого ресурса, который мы вложили сюда. Потому что, по крайней мере, из того, что мы видели, только дизайн макетов, если по окнам, мы отрисовали примерно тысячу. И это просто, я бы мог тоже сказать, что типа люди, зарплата, все остальное. Это мой личный и личный ресурс каждого человека из дизайн-команды, вложенного ресурса в этот продукт за этот промежуток времени. У меня переполняет энергия. Просто я уже говорила, что я чувствую, что это мои люди, моя стая, и какое-то время, даже когда я прихожу в офис, может быть, даже какой-то час может это занять, пока мы не насладимся компанией друг друга. Может, другие члены компании так не считают, но это мои ощущения. Больше всего компания нет с ним людей. Наверное, людей. Людей. Ребята. Ребята. Открытые душевные ребята и отсутствие какой-либо гонки корпоративной. Все открыты, все готовы делиться знаниями, прикрыть тылы. Абсолютное взаимопонимание и поддержка со стороны абсолютно любого отдела. Скажем так, я компанией Vimex впервые в IT. Я не знал, кто такие айтишники. Я слышал о них. То есть это какой-то там, не знаю, в голове мифические существа у меня крутились, тем не менее. Когда я с ними познакомился ближе, это реально вот наша команда. Наверное, и другие команды, они чуть другие. Это какие-то супергерои. Это люди, которые владеют каждой каким-то своим специфическим способностью, каким-то даром, каким-то скиллом таким неимоверным. Ну, вот такое ощущение, что собирает команду, как будто бы коллекционер людей. То есть он такой, ага, вот этот вот здесь прикольную фишечку имеет, а этот здесь прикольно. То есть пока что со всеми, с кем я общался, вот есть какое-то яркое качество. Где-то я это яркое качество нашел, где-то вот я его чувствую, но еще как бы не вычленил, я не знаю, если так назвать. Но точно что знаю, что это люди очень компетентные, проактивные, потому что чувствуется самостоятельность. Я как уже тот, кто подбирал персонал, смотрел на людей, которые работают, анализировал их работу, понимаю, что проактивного человека ты его чувствуешь. Он задает другие вопросы, он иначе действует. Даже по его рабочему процессу со стороны иногда, можно сказать, понимает, что он делает. Он просто выполняет какую-то задачу, которую мы поставили, он знает инструкцию, как это делать, либо он что-то создает. То есть даже если какая-то техническая работа. Я считаю, что любую работу можно делать креативно, как минимум, подбирая подход, ища какие-то уникальные решения. И в этой компании, по крайней мере, с теми, с кем я знаком, они используют такие подходы и такой метод. Работая в команде, открываешь каждого человека по-новому. Видишь разные реакции, видишь поступки, видишь отношения людей друг к другу, к команде, к работе, к проекту. И это все просто каждый раз завораживает, насколько получается такой слаженный организм, который состоит из отдельных личностей. Но это все действует как бы в едином целом, и это вообще просто какая-то магия. И выделить тут кого-то для меня пока что нереально. В целом каждый человек в команде вложил очень много своих усилий, времени. Я реально знаю, что тут большинство людей ночевало днями и ночами, чтобы что-то создать очень крутое. И хочу сказать, что это реально команда моей мечты. Очень-очень мало стартапов, компаний могут позволить себе собрать экспертов в каждой области не за деньги, а за идею. Меня вдохновляет общее настроение команды. То есть, когда не хочется в офис приходить за этим настроем. То есть, ты приходишь в компанию, а я это сделал, я это сделал, я это сделал. И такой класс, давайте я с вами сейчас что-то еще сделаем, придумаем что-то маленькое. Это вот то, что меня провоцирует идти на работу именно в офис, потому что я дома не могу работать. Дома очень скучно. А здесь есть дух, азарт, какое-то маленькое соперничество, маленькие такие команды есть, маленькие отделы, которые друг другу помогают. Ну, это круто, прикольно. У меня когда-то было такое впечатление в жизни, что офис – это что-то очень уврюмое, унылое, скучное, и куда как раз не хотят идти в понедельник. А здесь абсолютно другая атмосфера, абсолютно другая обстановка, такая потрясающая коммуникация, такое общение, такое… Ну, ты просто приходишь и чувствуешь себя как дома, просто с порога, и тебе классно, тебе круто, у тебя самые позитивные эмоции. Коллектив Ваймакс – это команда очень крутых специалистов, но при этом каждый из них в какой-то степени супер рисковый и сумасшедший человек. Я всегда думал, что официальный тон общения или еще что-то будет в более правильных проектах. Теперь я считаю совсем иначе. Я считаю, что козырь нашего коллектива – это как раз неформальное общение. Ну, а там уже является неформальным общением, сами уже думайте. Дурдом – это дурка. Это просто отбитые на голову люди, которые зачем-то пришли сюда из-за денег и остались из-за вообще какой-то… Это… Ну, это необъяснимо. Это типа, когда людей засовывают… Они работали в айтишных каких-то конторках, поувольнялись, потому что они хотят расти. Часть из них вообще не работала в стартапах. И когда они пришли и окунулись в это… То есть я человек прожженный, можно так сказать. Я покушал стартапы очень вкусно. «Не хочу туда! Не хочу!» А люди не хотели этого, но пришли. И оказавшись здесь, они такие говорят, блин, дурка. Дурка – реально дурдом, страшный. Ну, очень интересно. Есть очень прикольный сериал, называется «Остановись и гори» про ребят, которые там в свое время, там, в 70-е, 80-е, 90-е поднимали айти-рынок харда и софта. И это такие, как бы, не знаю, прото-стартапы, наверное, можно сказать. Мне почему-то всегда приходит на ум аналогия вот того, что мы делаем и как мы делаем это каждый день, вот с какими-то персонажами в этом сериале, как они там что-то создавали. То есть это все горит, все на вчера, но все горит как-то подконтрольно и все равно нет паники. И вот в этом каком-то вечном движи и происходят какие-то штуки, которых, ну, их просто много, нельзя там взять и что-то выделить, потому что мы там постоянно все друг друга троллим, подкалываем. Представить себе работу без этого коллектива – это просто нереально. В этом есть какой-то шарм, ну, вот этой всей движухи. Ты, как в каком-то, я не знаю, детском лагере, в котором, вот, летнем, куда вы приехали, просто приятно провести время и при этом там как-то еще трудиться, я не знаю, чему-то общему идти. Местами кажется, что мы очень разрозненные и разобранные там, как бы, все такие индивидуальные, уникальные, но и в то же время, когда нужно сплочиться вот именно, ну, как команда, ребята делают это очень классно. То есть я на самом деле тоже не ожидал, думал, с этим будут большие трудности, но несмотря, что все вот такие вот колки, они все равно находят пути к каким-то коммуникациям, этим приятно наблюдать. У нас такая фраза, что всегда нанимают ненормальных, и это прям видно по ребятам, что каждый фанатик свое дело, это круто. Изначально у нас в команде был я, Олег, Сережа и Яна, и как-то так вот прям расплодились, расширились, я не знаю, как правильно, размножились, и сейчас в компании, думаю, больше 40 человек уже. Понятно, каким образом удалось в одном помещении собрать таких крутых ребят, учитывая то, сколько работы предстоит, сколько уже сделано, как все горят самим продуктом, проектом. Вот это очень интересный факт, я подумаю, может, что-то там нам воду подливает, ну не знаю, но если честно, как бы это достаточно сильно, и нужно быть очень хорошим лидером, чтобы собрать такое количество крутых ребят, и при этом, чтобы они не убежали через пару дней, хотя уже прошло достаточно много времени. Я не думаю, что кто-то уже будет бежать. Что, наверное, всех объединяет, это то, что у всех плюс-минус такое же видение, то есть все хотят не просто прийти и сделать что-то за зарплату, а хотят что-то создать. И, естественно, это мотивирует работать лучше, интереснее, больше, больше отдаваться процессу, больше открываться команде, потому что все понимают, что друг от друга очень многое зависит. Вот, и поэтому все крутые, все классные, лучшая команда дизайнеров, лучшая команда программистов, айосников, все, все классные. Как только я пришла, я еще не совсем понимала, куда идти, куда бежать, кто здесь, кто есть. И мне сразу подошел Женя, он вот дизайнер, он мне сразу как-то начал что-то рассказывать, помог освоиться. И также Олег, с которым я работаю напрямую, тоже какие-то моменты я всегда у него могу подойти, уточнить, он мне объяснит. Я пришел, и буквально через неделю у меня было такое ощущение, как будто я тут работал уже год. Вот, настолько мягко и тепло принял коллектив. Вот, ну, как будто, то есть мы общались, как будто мы уже работаем год, вот, ну, все свои, все нормально, давай, вот, делаем то, это. Ньюкамеры, которые приходили, присоединились, говорят, что там два дня поработать, такое впечатление, что я уже здесь месяц. И они такие, хоп, как бы уже чувствуют себя вальяжно, могут чувствовать себя, как будто они действительно работают уже там полгода и знают каждого. Они говорят, а сколько вы там, ну, типа, знаете друг друга? Ну, вот, парень пришел три месяца назад. В смысле, типа, то есть для них ощущение, что можно так быстро влиться в коллектив, просто нереальное. Я уверен, что у каждого сейчас, человек, который работает в Amex, находит такое же ощущение, что его тоже подсаппортят, ему также помогут с любой стороны. Если это по маркетингу, то ему точно дадут какую-то рекомендацию или скажут, или подскажут там, нужно, не нужно это делать. Или, если это будет вопрос личного характера, наверное, психологически не смогут отказать. А если это личные моменты, все, что в рамках возможного, так же помогут. Ну, я уже молчу о работе, потому что она сама собой выплывает. Очень здорово для компаний даже, когда коллектив дружен. Когда, например, Android, iOS и Backend находятся в каком-то таком чуть ли не родственном состоянии. Идут навстречу друг к другу, понимают друг друга, не соревнуются, не ругаются, а вот понимают, что у них общие интересы и общая цель. И мне кажется, что вот сейчас прошло уже много месяцев, несмотря на то, что есть сложные задачи стоят перед нами, мы все равно очень рады, когда находится время вместе посидеть, поболтать. Просто посидеть, поболтать. Я кайфую, честно. Правда, мы стали семьей. Мы знаем о каждом, у кого сколько детей, кто чем занимается, кто заболел. Мы всегда сопереживаем. И поэтому я хочу сказать вам, это реально большая-большая семья. И мы всех тут любим. Если мы видим, что человек начинает выпадать, либо ему плохо, все всегда пытаются помочь. Иди поспи, я сделаю за тебя работу. Поедь отдохни, мы тебя прикроем. Ну, то есть, в любом случае, ну, то есть, мы закроем за тебя кусок работы, только отдохни, ты нам надо целый и живой. Вот. И поэтому я хочу сказать, что ВМХ реально, это очень-очень крутая семья. И я желаю каждому, чтобы присоединился к этой семье и почувствовал любовь. Всегда как-то пытались проявлять свою заботу. Ну, вот, и случаев, я помню, трое или четверо суток реально не спал. И мне было так филовенько. Я пошел у нас там поспать. У нас в сонную комнату. Я прилег, понимаю, ну, я потный, вещей нету, как бы, и, ну, очень некомфортно. И я просыпаюсь, а у меня утром прям под шторкой, я так открываю, у меня там пакетик. У меня там шлепанцы, носочки, зубная щетка, полотенечко, там гель для душа. И я помню, я сходил в душу, потому что все, и все такие, доброе утро, там, типа, все, покупался. Я такой, это, чтобы я не войдем? Она говорит, нет, это, чтобы тебе комфортно было. Да, прикольный момент заботы. Я болел вот недавно, мы всей семьей так себе встретили Новый год, Рождество, потому что просто всех скосило. И мы чуть-чуть очухались, вернулись в Киев, приехали, и в этот день или там следующий, не помню, нам в двери позвонил курьер, говорит, Владимир, да, говорит, выздоравливайте. Дал нам коробочку. Я вспомнил, у нас есть Ваймакс Кер, коробочка такая, на которой все наши члены команды пишут какие-то пожелания, там, выздоравливай, Вовка, кто-то мне написал код, типа, как HTML-код, когда там, слэш-слэш, там, черточка, там, выздоравливай, если выздоровел, там, ИФ, то иди на работу. Как мы смеялись, я открыл эту коробочку, там, всякие няшки, сладости, были фрукты, дети, правда, расхватали все сразу. Ну, это очень эмоционально, очень клево, сладо, я не знаю, слезы на голову наворачиваются, когда потом смеешься, очень круто. Я ценю Head of Weekend, Сашу Билану, за то, что именно вот он, как центр спокойствия. Что бы ни происходило, он спокоен, возможно, он устает, и перед ним тоже стоят сложные задачи, но он всегда идет навстречу. Вот мне нужно что-то протестировать, пускай это ночь, но он ответит. Он ответит, поднимет сервер, или что-то сделает, или даст задачу своему подчиненному. Это просто одно удовольствие с ним работать. Вот, я уверена, что никаких конфликтов никогда не будет. И я могу просто, может, у меня какие-то личные ситуации случились, и я что-то переживаю. Я могу просто подъехать к нему на стуле, положить на него голову и сказать, я просто тебя пообнимаю, все нормально. Он такой, ну, хорошо, окей, посиди. И так не бывает, так не бывает на работе. Ребята узнали, что я в детстве фанател от всяких американских поп-культурных моментов, и в частности от образов игроков в американский футбол, типа там в университетах, школах. То есть вот это типа такие качки, которые всех булят, ходят в университетских куртках, ездят на мустангах и как-то прикольно развлекаются. Вот, типа, мне очень нравился этот образ, и ребята мне подарили университетскую куртку, крушную, NFL-овскую, на день рождения. Дали официальное разрешение таким образом себя булить. Бывало, забываешь просто элементарно поесть, потому что очень много работы. Я понимаю, если я сейчас оторвусь и пойду, я дальше это не доделаю. Бывало, там, ребята, кто-то что-то закажет поесть, приготовит. Типа, мы тебе разогрели, просто прийди, блин, съешь пару ложек и иди дальше работай. Ну, то есть, это какое-то элементарное проявление, я называю, это мамина любовь, когда мама без какой-то взаимовыхода, либо понимания, она просто пытается тебе сделать приятно, чтобы ты и себя чувствовал в комфорте. Так само и наша команда, у нас никогда не было такого, что вот я тебе заказал еду, теперь ты мне должен денег, либо теперь ты их закажешь. Нет, никогда у нас такого не было. И на самом деле, там, когда, сколько я тебе должен, если еще раз так скажем, оставь, перестань общаться. Ну, то есть, ну, это какие-то элементарные вещи, которые и проявляют семью. А с Андреем Вашуленко, Head of IOS, без которого я не представляю эту компанию, я вообще не знаю, что будет, если он решит поменять место работы. С ним было особенно трудно сблизиться. Я не знаю, по какой причине. Но я не переставала пытаться. Я то предлагала ему какие-то конфеты, которые предлагала и всем тоже, но он отказывает. То, хочу обняться. Вот, поднимая так ручки, типа, обними меня. Он такой, нет, я не хочу обниматься, я не буду, не буду. Ну, ладно, ну, ладно. И я попытаюсь в следующий раз, ничего страшного. И просто нам нужно быть друзьями. Я не знаю, почему. Ну, вот нам нужно. Нам нужно подружиться. Фишечка такая у меня, не знаю. Даже не фишечка, а заскок, может. Это странно. И я просто ему сказала, что вот, я считаю, что вот так надо. Я очень хочу найти общий язык. Я очень хочу, чтобы мы работали в согласии. И у меня получилось. На Новый год он меня обнял сам. Я даже сейчас заплачу. Не знаю. Это потому, что... Я этого добилась. Я этого добилась, и оно того стоило. Истории? Да. Только на меня. Первая история была связана с собачкой, так как у нас Pet Free сообщество в офисе. Иногда люди из нашего офиса приводят пёсиков и котиков. Пёсик очень милый. Это она. Но она шугается каждый раз, когда кто-то сидит в офисе, а её начальник уходит. Поэтому она каждый раз пытается вырваться за ним. И случилась первая ситуация, что мы ловили её в соседнем районе. А вторая ситуация, это то, что она очередной раз бежала, и мне пришлось её догонять на этаже. А если вы знаете, собаки женского пола выделяют замечательные штуки, от которой офис очень сильно пахнет. Виноват я, уборщица ненавидит меня, собака испуганная до сих пор меня шукается. Меня зовут Максим. У нас почему-то такое бывает на каких-то вечеринках, днях рождения, у нас часто рвутся штаны. Это прям какой-то мем уже. То есть это не единожды у кого-то где-то. У нас уже мысли, может, у нас где-то у стульев есть какие-то там заусеницы, где надо посмотреть. У нас часто, реально часто. Ну, это смешная ситуация. Мы все, в основном, маркетинг-отдел готовился к презентации. Мы все знали за эту дату. Мы все её ждали. И за неделю знали, когда она будет, в какое время, в какой день. И как-то именно в тот день оказался такой сложный и рабочий процесс, что я просто пришел домой, заказал KFC и начал смотреть YouTube. Потом смотрю, что я уже съел KFC, все выбросил. Смотрю уже полузакрытый магазин на YouTube. Мне пишут, что ребята все смотрят презентацию, сбрасываете кто-то, где смотришь, кто с чем. Мне пришлось, короче, лезть назад в мусорник, доставать KFC и фоткаться, что я готов. А, наверное, это же Руслан увидит, да? Ну, Руслан, извини, если неформально ты увидишь этот видос. Ну, у нас очень крутые ребята, очень дружные, всегда весело. Все очень хорошие специалисты при этом. Хотя иногда может казаться, что из-за того, что нам очень весело, что мы не разбираемся в вопросах, так сказать, но это далеко не так. Ритм очень сложный. И когда это все накладывается на семью, на какую-то еще личную жизнь, на какие-то другие задачи, помимо работы, которую нужно решать, то бывает сложно. Но опять-таки, если сдаться, опустить лапки, то легче это точно не станет. Поэтому, ну, просто продолжаем работать. Тем более, если просто продолжать работать и верить, вероятность того, что все получится так, как мы хотим, она как бы с каждым шагом увеличивается. А если сдаться и не верить, то она в 100% будет нулевой. Тебе нужно самому пробиваться, пробовать. Тебе, да, тебе надо подскажет, но ты действительно можешь взять полноценную ответственность за свою работу. Т.е. если ты там много где часто работаешь под чем-то протекторатом, к примеру, в каких-то компаниях, в которых более развита там уже структура, к примеру, иерархия, то здесь, ну, как и в многих стартапах, наверное, ты более самостоятельно должен быть, и меня это реально мотивирует. Т.е. ты должен сам отвечать за свой результат. Ну, это круто. У нас была задача написать мессенджер, чтобы можно было в компании в нем общаться, как в Телеграме, только в нашем. Это чисто ради забавы. И на фоне этого мессенджера сделать прототип шифрования. И так как у нас был опыт разработки такого мессенджера, мы подумали, что мы это сделаем очень быстро. Такие дядьки поверили в себя, сейчас все быстро сделаем, накидаем. И вот мы хлопнули по ладошкам и сказали, за 2 часа справимся, и вечером пойдем домой, хотя бы просто поднимем сервер. А, и мы еще поспорили, что пока мы не доделаем мессенджер, с офиса никто не выходит. И все так, да, класс, давай. И просто все верили в себя. Заходим, все уже такие заряженные, садимся, распечатываем проект, запускаем версии, все-все-все, сводимся. Проходит 6 часов. Мы не можем, блин, сделать мессенджер. Приучить то, что я делал мессенджер и Саша делал мессенджер. Мы начинаем психовать, нифига не получается. 2 часа ночи, нифига не получается. Видим вот эти таски, которые мы еще тогда сделали. Там так много всего надо делать, и мы понимаем, мы на мессенджере зависли. Но мы понимаем, мы никуда не уходим. Начиналась, ну, просто какая-то вакханалия, и, ну, у нас были моменты, когда мы уже просто думали, что, ну, просто ничего не выйдет, и мы уже как-то вот по инерции пытались дальше двигаться вперед, и вдруг что-то получится. То есть, можно сказать, даже без конкретного плана вообще, ну, действий. Чтобы понимали, там, уровень отчаяния в первую неделю был настолько, что у нас уже там седьмая, восьмая страница выдачи гугла была вся в фиолетовых ссылках. Мы уже все перечитали, все пересмотрели. Ну, просто надежда уже умирала. Уже 5 утра мы понимаем, нифига не происходит. Мы уже какие-то замученные. И заказываем пиццу. Заказываем пиццу, и играет та же самая музыка, когда вот именно тогда, когда мы планировали, ели пиццу, смеялись. И тут вообще уже не смешно, правда, уже плакать хочется от того, что вот нифига не получается. И мы сказали, пока мы не сделаем, мы никуда не уйдем. И вот, да, это затянулось на 2 суток, но мы справились, подняли мессенджер, сделали первый отправки сообщения, и потом на этот прототип начали навешивать шифрование. То есть, квазное шифрование, хранение данных и так далее. Вот, но это было прикольно. И вот после этого, когда я говорю, сейчас делаем за 2 часа, меня все кусают, пинают, это идея отсюда, не надо говорить. У меня еще даже есть видео, которое мне удалось так из-под тяжка записать в самый нужный момент, когда мы все-таки побороли одну из самых таких сложных проблем в реализации этого протокола шифрования. И, ну, не знаю, сыграла роль какая-то вот, видимо, чуйка. То есть, я понимал, что из всех вот этих там сотен попыток, которые были до этого, вот это, скорее всего, вот она сейчас будет верная. Собственно, я записал этот момент из-под тяжка, действительно так и вышло. У нас сюда заработало. Видео я им даже сразу не показал. Это было, они впервые увидели, наверное, бода через пол. Но я специально не говорил, потому что бог его знает, как он еще дальше пойдет. Ну, как бы те эмоции, когда ребята вскакивают там со стульев, поднимают руки вверх и кричат «Е! Глаз!» Ну, и там всякие маты и прочее. Это не... Просто неописуемо это не передать словами. И вот, ну, банально, вот в тот момент мы уже были такие на грани всех там и физических, эмоциональных сил. А вот после того, как это все получилось, у нас сразу появился заряд, еще пару неделек поторчать в офисе. И поэтому, если бы не вот такие вот маленькие победы на, ну, там, разных этапах проекта, мне кажется, такие долгосрочные проекты, они бы, в принципе, не рождались. В конечном итоге это был 3-2 апреля. Это у меня годовщина с женой. Я домой так и не пришел туда. Мы тогда сортовали и закончили это все. Мы в середине июня. Да, у нас просто как-то так получилось, что мы сделали первую версию мессенджера, подумали о том, что надо сделать какое-то интересное шифрование. Начали колдовать разные какие-то вещи, типа, вот, тут шифруется так, тут шифруется так, ну, и мы начали углубляться, углубляться, и поняли, что обычным каким-то там шифрованием мы не... Ну, уже просто физически мы не можем впихнуть что-то простое, потому что мы достаточно много времени тратили на то, чтобы сделать это все красиво, и оно функционировало не просто, как у всех, а быстро и гораздо безопаснее. Мы начали углубляться, 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 и дошли до того, что начали находить какие-то новые методы, которые, ну, физически невозможно реализовать там со стороны iOS'а либо Android'а, и мы начали продумать, как это сделать, и, конечно, в итоге мы полностью переписали всю систему, разработали личный протокол шифрования, личную систему передачи данных, и, соответственно, мы сделали такую глобальную машину, что из-за этого мы теперь не могли нанимать других людей, потому что они никогда с этим не сталкивались. Было самое трудное – это проходить протоколы шифрования, которые придумал наш прекрасный СТО Олег Герсименко. Олег, это было сложно. Для меня это было впервой, так как я никогда не работал с криптографией, и вообще для меня это был мир, как, не знаю, как будто меня сейчас посадить и смотреть через Косхаббл, и там, что там происходит. И вот Саша Билан проявил невероятное терпение, взяв меня за ручку, и мы вместе с ним прошли вот эту вот тропу, и все-таки добились… Ну, мы долго не могли пробить именно связь между бэкэндом и телефоном. И потом, когда мы это сделали, это достаточно был хороший финал. Я сейчас, когда открываю вообще написанный протокол шифрования реализованный, я просто думаю, боже, я это написала, вот этот сложный, страшный код. Это я написала. И вот когда мы уже сделали наш протокол шифрования, я понял, что это детище, которое просто так нельзя бросить. Это уже надо довести до конца и показать миру, потому что действительно каждый человек, который здесь находился, чего-то стоит. И тем более мы уже так много всего сделали, нельзя просто так сказать. Ну, как бы я выполнил свою работу пока. Всегда бывают какие-то точки кипения, и то, как ты проходишь эти точки кипения, наверное, тебя закаляет и делает тебя как человека сильнее, и ваш коллектив также. То есть, если вы проходите эти моменты вместе. И, конечно, когда у нас поджимали какие-то дедлайны такого плана, и то, как мы это проходили, то есть каждый становился сильнее после этого. Ты делаешь эти шаги, ты это делаешь. Ты идешь на собеседование или ты делаешь продукт. Ты генерируешь идеи или что-то такое. Ну, оно вот стреляет. Раз, два, три, и ты просто делаешь следующие шаги, делаешь, и все легко. И сложно, но легко. Ты преодолеваешь, но оно идет. Это сложно. Я говорил всегда, это нет, это легко. Просто нужно больше посидеть, подумать, постараться. Ну, нет ничего сложного. Все. Когда говорят, типа, это сложно, это невозможно сделать, для меня это как, наоборот, вызов. Я, наоборот, пытаюсь раздробить это на более маленькие задачи, чтобы это не казалось таким каким-то большим зверем, которого нельзя победить. Все решаем, и все можно сделать. Просто вопрос времени и ресурсов. Каждый день он уникальный. Вопрос только, как мы сами к этому относимся. И даже ситуации, которые в какой-то момент тебе кажутся сложными, через какое-то время ты будешь вспоминать о них с улыбкой. Когда я вспоминаю, когда мы с Сашей забивали по рукам, что это все рутина, и я хочу чего-то нового, на самом деле, это так и было. Ну, то есть, это был какой-то импульс, толчок для того, чтобы, во-первых, самореализовать и открыть для себя что-то новенькое, это раз. Во-вторых, сделать что-то полезное для IT-кластера, это два. И в-третьих, я надеюсь, что этим будут пользоваться миллионы, и это понравится остальным. Все начало складываться уже до кучи. То есть мы очень долго разрабатывали что-то в своем отделе, именно бэкэнт-часть, фронты там что-то себе делали, Android, iOS что-то себе делали. И потом, когда мы это начали соединять, и когда ты берешь приложение, ты можешь спокойно зарегистрироваться, авторизироваться, взять что-то поклацать, что-то пощупать, оно уже стало как такое что-то живое. И ты такой, да, это мы сделали. Типа, классно, мы здесь принимали участие. И это круто. И вот когда дети еще начинают, там, тот модуль, модуль подключили, тот, 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 и ты понимаешь, что это уже разрастается в геометрической прогрессии. Поначалу это было очень сложно, было очень много каких-то отладочных моментов, но все настроились делать почти с первого раза, и все очень быстро начало развиваться. Чем дальше мы как бы продолжали работать, тем больше соприкосновений мы находили со всеми разработчиками и в целом со всей командой. Команда понимала, что от нас хочет Ruslan. Мы понимали, что Ruslan в принципе задумал. Потому что из абстракции ввести это в продукт, который, привет, мы такая-то штука, мы помогаем бизнесу развиваться. Вот здесь вот наборы каких-то инструментариев, которые помогают вашему бизнесу. Все, что связано дальше, вы делаете на свой лад. Мы просто показываем как надо. Это прикольно. Баймакс – это твой подарок на Новый год. Такого я еще не встречал в Украине. Ну, это поменяет просто вмешление на самом деле. Это круто. Вот это. Я одним словом могу сказать, что это прикольно. Быстро, безопасно и красиво. Да, это самое грандиозное, что я делала. Я вам гарантирую, что вы офигеете от этого, потому что это что-то, чего ты не ожидаешь. Ты не можешь знать, что там. Это что-то особенное. Что-то, что ты хотел. А возможно, ты этого хотел. Но ты даже не знал, что ты этого хотел. Непонятно изначально. Но когда ты в это внедряешься, вникаешь, ты понимаешь, насколько это глобальная и масштабная вся система. Это не просто какой-то там… Ну, ты у меня с прошлой работы, разработка каких-то лендолосов, каких-то маленьких сайтов. Даже были большие системы, прям бизнес-системы, которые интегрировались, разные бизнесы. Но это еще большего масштаба. Этот продукт дают возможность мне повлиять не на локально взятую компанию и ее там клиентов, ее потребителей. Это даже не в масштабах там одной страны людей, пользователей, жителей. Это повлиять в позитивном смысле на жизнь всего человечества. Это просто как бы какой-то инструмент будущего, которым тебе просто интересно научиться пользоваться. Потому что это твоя реальность завтра. Он достаточно сложен для того, чтобы меня заинтересовать. И очень аппетитно, когда ты начинаешь продукцию. Уникальность продукта в том, что он как бы подкреплен математически. Поэтому тут как бы не стоит говорить каких-то лишних слов. Нужно просто время и нужно дать людям попробовать. И тогда они поймут, чем мы отличаемся от других. И зачем это вообще делалось в принципе. Наш продукт ориентирован в первую очередь на людей предприимчивых. На бизнесменов. Особенно он полезен будет начинающему бизнесу. Человек часто, начиная бизнес, не знает, как правильно выстроить свою компанию. Для того, чтобы не допускать ошибки на старте, имеет смысл использовать какие-то стандартные методологии, стандартные шаблоны. Ваймекс конкретно занимался очень долгое время анализом, как правильно создать идеальную компанию на старте. И чтобы эта компания была дальнейшим Титаником, но со скоростью разворота, как обычного катера. Ваймекс позволяет изначально из кармана создать компанию, правильно ее регулировать. И на каких-то бытовых вопросах не застаиваться, а решать их одним кликом. Первая задача, которую решает Ваймекс, это то, что человек, когда уходит... Это одна из задач, великолепных задач, которые мы решаем. Это то, что когда человек уйдет с позиции, ему не надо задалбывать его руководителя продукта тысячу раз одинаковыми вопросами. Типа, а как этим пользоваться? А какие у меня задачи? А кто там в переписке Василий Пупкин, с которым переписывался Андриано Челентано до меня? Да никто, уже это заготовлено. Ты заходишь просто в готовую структуру, там, где у тебя до этого человек, который был на твоей позиции, или раньше это было описано, все уже за тебя решил. Вот такую задачку решает Ваймекс. Полностью весь функционал изначально рассчитан под мобильную платформу. То есть, в отличие от всех других европей на рынке, они предоставляют в первую очередь веб-версию, где у нас это все, ну, как бы полноценный экран ПК, у нас все удобно. А если у них есть приложение какое-то мобильное, то оно, как правило, имеет за собой такой только, не знаю, визуально-ознакомительный вот именно формат использования. То есть, я могу там посмотреть какие-то свои текущие задачи, максимум создать какую-то самую простую, не знаю, там, задачу, какой-нибудь объект, процедуру с минимальным функционалом, и все. То есть, получить расширенный и полноценный функционал я, как пользователь, не могу. Мне нужно заходить в веб-версию, а желательно с ПК, и уже там это все проводить. Ваймакс пытается свести это все к одному, чтобы тупо в Ваймаксе это и был твой бизнес. Тупо ты приходишь, нанимаешь туда сотрудников, у сотрудников сохраняется история их работы. В дальнейшем это HR-модуль, например, типа, тупо в Ваймаксе можно будет пригласить людей и посмотреть их не написанные заранее, как на работе UI пишут, там, 8 лет опыта в компании Microsoft. А человек, реально проработав в Ваймаксе, получает статус, что он реально работал в этой конторе. И контора, как бы, не может от бухты-барахты написать, что этот человек у нас может, но невыгодно. Типа, она может нанять человека в ячейку специальную, прописать ему все задачи. Человек там проработает год, увольняется и прямо в Ваймаксе в будущем сможет найти работу. Ты берешь телефон, просто пишешь несколько строк там о себе, или ты можешь создать свою компанию, пригласить людей, работать в этой компании. Тебе не надо ни на какие сайты лезть, никого искать. Вот уже здесь ты можешь решить все эти проблемы за чашечкой кофе утром. Я думаю, что это даже приведет к тому, что людям легче будет заниматься своим делом, легче будет начинать. И это, безусловно, приведет только к позитивным изменениям вообще в обществе. Клиент, наконец-то, начнет понимать, где у него проблемы за счет нашего приложения. Клиент начнет, ну, скажем, через это понимание и вообще образование его результатов, финансовых, любых результатов за счет нашего приложения, клиент станет более успешен. Клиент высвободит ненужное на рутину время раньше. А, возможно, наш потребитель будет больше времени с семьей проводить за счет того, что процессы работают более эффективно. Но, думаю, как минимум эти вещи, это уже очень большой плюс для наших клиентов. И в конечном итоге, когда человек доходит до какого-то своего пика, он может с легкостью принять для себя решение. Давайте попробуем что-то новое. Ему не составит труда переобуться, пересобрать кадры, потому что он понимает, что у него есть из ресурсов, что, по факту, каждый человек в его компании представляет, с кем он может плыть дальше, а кого имеет смысл заменить другим человеком и не потратить время на то, как объяснить новому человеку, что ему делать. Мне недавно в компании подарили такого красавца. 13 на 13. Здесь написано «Ваймекс» на каждой стороне, каждыми цветами. И что интересно кубик Рубика? У него очень много элементов, но мы не видим, что внутри. Я бы сравнил Ваймекс с тем, что внутри. То есть это должен быть невидимый помощник. В данном случае в виде приложения в телефоне, который поможет твоей компании работать. И когда она будет что-то так ломаться, раз, второй раз, надписи ее уже не видно, да? Но суть в том, что механизм внутри остался тем самым, он бесцветный. И он работает все равно, поэтому наш механизм поможет все собрать обратно. Польза, которую даже еще мы сами не осознаем, но она будет реальной, через несколько лет она будет прямо осязаемой, эта польза. Это та вещь, без которой вы просто не будете представлять свой день, и свою работу, и свою компанию уже завтра. Вы просто еще не знаете об этом. Поверьте мне на слово. Это все. Я верю, что Ваймекс в скором времени полетит и все будет круто. Я верю, что Ваймекс не оставит никого равнодушным. Я верю, что в скором времени о Ваймексе узнает очень много людей. Ну, можно много рассказывать, в принципе, таких фактов. Что-то можно и выдумать. С фантазией проблем нет. Но я думаю, мы потом покажем по факту, что мы сделали. И это будет самым таким сильным аргументом для всего рынка. В этом году большие амбиции пройти эффективно наше тестирование и релизнуться в версии 1.0, полноценной версии продукта, в октябре этого года. Хочется, чтобы был определенный объем пользователей в приложении, с которыми мы можем постоянно работать, коммуницировать, понимать, лучше понимать их боли, задачи, проблемы, и быстрее их решать, имея это понимание. И выйти за пределы каких-то близлежащих рынков. Было бы круто выйти, чтобы мы были сильно международной компанией. Вот я бы так, наверное, сказал. В дальний перспективе мне бы хотелось услышать, что люди начали интересоваться больше теми вопросами, которые мы ставим перед собой. Мы ставим перед собой вопросы оптимизации, мы ставим перед собой вопросы управления ресурсами, мы ставим перед собой вопросы понимания твоих целей. И если у нас сформуется такое сообщество, которое мы будем... Ну, не нужно будет думать, мы будем просто слышать, что реально нужно, вот мне кажется, это будет... Как минимум я хочу воспользоваться уже этим продуктом, потому что я очень много софта использую для своей компании, для финансового учета, для постановки задач, для ведения коммуникации. И очень хочется уже попробовать. Вот этот оценить и дать честную обратную связь, конечно, хочется. Это позитивно. Я верю, что это будет позитивная обратная связь. Но в целом, чтобы мне хотелось, просто чтобы рынок оценил и сказал, что у нас получилось. Мне не нужны дифирамбы. Мне просто было бы приятно не восхлавление продукта, и что он такой идеальный, он такой крутой, а просто было бы для меня значимым, что люди им просто пользуются. Сам факт того, что спустя какое-то время люди не переключились на какие-то другие приложения, а остались на нашем приложении, это уже показатель того, что мы приносим пользу другим компаниям. Цель не именно там заработать, а вот сделать что-то действительно полезное, чтобы потом кто-то мне говорил, мы там, не знаю, перешли на Ваймакс, блин, клевая, удобная ERP. И я такой, класс, я там был. На самом деле я кайфую вот сегодня, сейчас. Для меня важен процесс, а не сама цель, вот и все. То есть я хотел бы, чтобы компания Ваймакс пригодилась человечеству. Ну, это громко так сказано, но хотелось бы продукт, над которым мы стараемся, над которым мы работаем, чтобы он все-таки был полезен, потому что мы знаем, что стартапы, не все все-таки крутые стартапы, не все остаются на рынке. Я уверен в Ваймаксе, что это произойдет, что мы все-таки зайдем, будем полезны. Но на самом деле это не важно. Важно то, что мы сейчас работаем, то, что я понимаю, что мы работаем над полезными инструментами, и что это приносит удовольствие вот сейчас. Я здесь научился понимать, понимать то, что от тебя хотят, более качественно простраивать коммуникацию. И я сильно вырос по скиллам техническим. Но если дизайн был на определенном уровне пару месяцев назад, то сейчас он вырос на порядок благодаря тем задачам, которые я выполняю здесь. Да, наверное, я узнал здесь за 7 месяцев больше, чем за 5 лет своего опыта работы в других местах. Мы работаем с новыми технологиями, с другим стеком технологий. Я свое портфолио пополнил, поэтому я сейчас уже могу считаться терминатором, эдаким, благодаря ребятам, которые меня всему научили. Понял, что я не так уж хорошо разбираюсь в людях, в том плане, что эти люди научили меня, ну вот за этот год очень много раз, и приятно удивляли, приятно в том плане, что я ошибался в них самих. Я уже такой наполненный скептицизмом и опытом думал, что вот этот первый уйдет, вот этот первый будет ныть, этот, я не знаю, там подставит или еще что-то, ну не подставит, но в общем там не справится, что-то затянет. Но когда нужно, когда возникает необходимость, люди обладают просто уникальным свойством сверхконцентрироваться, совплачаться и доводить дело до конца. Соответственно, тем самым, как бы я, ну мне было приятно признавать, что я вот ошибся насчет этого человека, я уже потом анализировал, там почему я так подумал и почему так мне стоило думать, и это приятно. Ну опять же, скажем, в свои 38 лет говорить о том, что я обрел на работе свободу некоторую, свободу в действиях, свободу в выборе, это очень круто, как по мне. Может быть чуть поздно, но думаю, что нет. Ну как-то так. Я бы хотел поговорить каждого в этой компании за терпение, за то, что они принимают своих коллег такими, какие они есть, за, наверное, то, что руководство и все друг другу доверяют, все понимают, что все здесь классные спецы и может кто-то будет ошибаться, но тут все окей в этом плане. Поблагодарить хочу компанию со знакомством с уникальными людьми, потому что я считаю, что в моей жизни никто не появляется просто так и я очень чувствую людей, которые в чем-то сильнее меня. и мне очень нравится, когда во всем моем окружении я могу сказать, что кто-то в чем-то по-любому лучше. То есть каждый из моих друзей, сотрудников, партнеров в чем-то лучше меня, и у меня есть чему учиться. И вот здесь вот очень легко находить эту частичку в каждом сотруднике. Ну, хотелось бы поблагодарить нашу компанию за то, что она собрала всех нас. Я считаю, что это действительно круто. Многие из нас обрели новых друзей, кучу крутого опыта, и в принципе достаточно круто двигаемся, поэтому хочу сказать за это спасибо нашей компании. За помощь, за поддержку, за жизнелюбие, за то, что они классные, интересные, общительные и такие добрые ко мне и в целом. За то, что в определенный момент каждый человек в команде поверил в эту идею и согласился поучаствовать в создании этого проекта. Ну, хочу сказать спасибо Руслану за то, что он это все придумал и втянул нас всех в этот движ. А, там, маме. Да, передать привет. Родной Черниль. Я хотел поблагодарить каждого, кто есть в этом проекте, потому что все приносят все самое важное и каждый является очень большой и крутой личностью, которая оставляет след и умаеет резкие жизни. Вот так вот. Поэтому у каждого есть своя цель. У кого-то это запустить продукт, у кого-то запустить вторую версию продукта, у кого-то набраться опытом. И я пожелаю всем, чтобы все достигли своих целей, которые они ставят. Я думаю, что каждый, кто сюда пришел, у него уже все как минимум для комфортного существования есть. Я думаю, каждому нужно просто пожелать уверенности, больше уверенности в завтра, чем мне в столь тяжелое время, что у нас все получится, несмотря ни на что. Вот так вот уверенности. Не бояться рисковать. Вот даже какая-то... Очень многих людей, которые в свое время создавали что-то крутое и что сейчас считается выдающимся, их современники считали больными на голову, сумасшедшими, какими-то... Ну, не верили в их идеи. А потом оказывалось, что они были неправы. Поэтому лучше никого не слушать. Если хочется попробовать, ну, попробуйте. А там посмотрим, куда оно выйдет. Вот. Хотелось бы пожелать ребятам побольше сил в этом нелегком пути и чтобы они не теряли себя. И всегда помнили, что они вот работают в такой действительно классной, уникальной команде, где даже если ты уже не можешь, скажем так, справляться сам, значит, найдется кто-то, кто сможет тебя потащить за собой, пока ты там, ну, наклимаешься. Не мешать нос, если что-то там пойдет не так, потому что такое часто бывает, что при запуске не все так шибко-хладко, как хотелось, но это нормально. И, наверное, терпение, так сказать, в хорошем смысле. Вот. Потому что понадобится еще очень много всего сделать и нам нужно будет очень много сил, а как бы где их брать, если не друг у друга. Ну, имеется в виду, как бы от нашего взаимодействия у нас появляется дополнительная энергия. Не останавливаться и брать клопату побольше и махать почаще. Хочу пожелать компании роста, сохранить вот этот вот вайб стартапа, вайб, возможно, в какой-то мере семейности. Пожелать, чтобы, как сейчас, здесь были те люди, которые нужны, то есть свои. Ну, наверное, наверное, это семейного благополучия. Потому что наша компания, опять же, как я говорил, это наша маленькая семья. И если у семьи все будет хорошо и благополучно, то в целом компания будет хорошая. Счастья, здоровья. Блин, ну вот на путь не того, что я сказала, в первую очередь, наверное, оставаться такими же, какие они есть. Становиться только лучше, двигаться только вперед. Быть такой же сплоченной и крутой командой. И я прям это почувствовала от них. И я действительно вдохновлена этим. Сто процентов роста. Меньше всяких каких-то внутренних проблем. Естественно, выкатить версию 1.0 это самое важное. И хотелось бы не разочаровать наших юзеров, для которых мы это все делаем. Потому что, наверное, в первую очередь мы делаем это для них, не супер ради денег. Потому что деньги здесь совсем не главное в этой компании. Скажу так. Мне очень повезло быть здесь. Вам кажется, что это звучит банально. Наверное, многие говорят в камеру подобные вещи. Но скажу точно, что жизнь становится другой. Когда, во-первых, ты свободен, во-вторых, ты делаешь то, что тебе действительно приносит удовольствие. И третье, то, что ты делаешь, приносит большую пользу человечеству. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!